Человек-паук Я был бы малышом Джерри, он умный, так что выберу, наверное, его Как тренер наказывает вас за ошибки? В детстве, если вспоминать, то кувырочки у нас были всегда классические И кружки на время, еще перелазили через борта, я помню Раньше у нас молодежки было, то есть удаление в конце игры, которое повлияло на исход матча То есть мы проиграли, ты удалился, забери гол, проиграли То есть ты должен был сколько-то тысяч ждать Да, в принципе, никак так особо, ну где-то подойдет, скажет Ну, в принципе, такого, чтобы там как-то кричал сильно, на личность переходил, такого нет Сейчас уже все лучше, но когда я был маленьким, на нас много кричали Иногда оставляли на скамейке, я не играл Только калитку открывал для ребят Сейчас объясняют ошибку, говорят, что мне следовало сделать что-то иначе Сажают на лавку У кого в команде самый плохой музыкальный вкус? Пока я ставлю в раздевалке музыку, я не знаю Может быть у меня Может мне просто никто не говорит, что у меня плохой вкус Я бы ответил, что у Лукаша Ни разу не видел, чтобы он слушал музыку Так что думаю, что вкуса у него нет, поэтому у него У кого еще? Сложно сказать Не помню точно, но кто-то ставит музыку перед игрой каждый раз И я говорю, нет, 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 просто выключи, музыка не очень Но я не помню, кто и что ставил Но я спрошу и потом вам расскажу Ник Бейлен Ник Бейлен Много кантри, поэтому, наверное, он Ну в том году я вот знаю, что Саня Автсон музыку ставила Немножко так, не очень было Постоянно одно и то же слушать В этом году пока я не знаю, потому что еще игр мало было И так включает не один человек Что делать, если приехал на игру, а ракушку забыл дома? Ну это вообще беда Это очень плохо Не, у меня такого не было Помню, коньки забыл Ракушку, ну не знаю, что-нибудь надо придумать, что-то Потому что нельзя без него ходить Да ничего страшного, без ракушки попер Все нормально Застрахованный с Агасом, так что нечего переживать Со мной такое случалось пару раз, когда я был ребенком Помню, мы в Чехии как-то играли в Праге, а я забыл коньки и щитки Позвонил папе и сказал, папа, ты должен привезти мне их за 45 минут Он кричал и говорил, ты что делаешь, ты дурачок, как можно было забыть свои коньки? Он привез их за 30 минут, кажется, в той игре я забил два гола, но папа был не рад Ой, ну я думаю, лучше не стоит выходить на матч Ну или попросить у партнера Вот, я не знаю, ну вообще без ракушки очень опасно выходить И я бы никому не рекомендовал Не выходить лучше Почему вы играете именно под этим номером? Потому что если бы был 38-й свободен, я бы взял его Но Томаш у нас играет уже какой сезон под ним, поэтому было бы не очень Если бы я не то что забрал, но он бы не отдал Никита хочет забрать мой номер? Он может взять его Мы потом обсудим, сколько ему придется мне за это отдать Почему я играю под 38-м? Мне дали его в Лас-Вегасе, мне понравился К тому же 3 плюс 8 будет 11, и это мое любимое счастливое число 28-й номер, это вообще когда в хоккей пришел И просто мне майку дали с таким номером Первый мой номер, поэтому стараюсь его везде брать Ну если не занят, если занят, пытаюсь договориться с кем-то Ну вот Федотов отказал мне в том году, я ему написал Говорю, там, хочешь оплачу ресторан, типа дай мне номер Он сказал, не-не-не, ну пришлось другой брать Кажется, когда я был ребенком, я играл под вторым номером И я был достаточно тучным ребенком и играл во вратарской майке Поэтому мне дали такой номер Нет какого-то, какой-то такой веской причины Просто, что когда я пришел в команду в авангарде И все номера разобрали Из-за того, что осталось, это был более такой, мне понравился Поэтому выбрал его Кто в команде больше всех ест? Больше всех? Это два человека, я вообще балдею с них Это карпухи дырья, Егор Фатевев, там просто вот такая вот тарелка у них И все сметают, не знаю, ну они большие ребята и много есть надо Лукаш много ест, этим летом мы ходили в стейк-хаус и он съел реально много После 45 минут он сказал, что был сыт, но добавил, что чем-нибудь еще дома минут через 30 перекусит Так что он ест много Ну кого я, с кем я больше часто, ну в ресторане там или в столовой, наверное, слава основен, он побольше всех ест Ну я, наверное Я не знаю, может быть я, но Роман Вилл тоже много ест, такие большие тарелки пасты Основен Как отпроситься у учительницы в школе на игру Трактор? А мы не отпрашивались, мы просто уходили Раньше так было Ну потом просто ругали, но... Не знаю Скажи, что Томаш и Лукаш пригласили вас на... На игру и то, что вы будете играть с ними и вас отпустят Просто скажи, что Лукаш их приглашает Лукаш здесь как мэр города, он знает всех Градусник натереть температуры Ну, либо к батарее поближе сесть, либо натереть апджинсы Раньше справки выдавали письменные, то есть с печатью, да Писали там тренера, там когда играл, в субботу, воскресенье, в субботу в школу не ходить Я вообще у меня ум работал Тогда справку от серокоп... ну, штрихом вот это все замазал, что писали ручкой То есть пошел, серокопировал справки эти У меня их много было Просила девочку, которая там... почерк уже взрослый, она писала, я там числа То есть я приходил, справку отдавал и все, выходил Ну вот так вот, вот такая история Наверное, лучше не отпрашиваться, лучше скрыться как-нибудь и исчезнуть просто И вот, ну, а потом на следующий день сказать, ну там, что-то живот заболел и ушел Но и хоккей пропускать нельзя, конечно У кого в команде самая крутая машина и какая? У Андрюхи Стаси? Крутая очень Потому что сейчас я на ней езжу Он мне ее ставил, пока сборная уехала Я бы сказал, что у Лукаша, у него Астон Мартин в Чехии Наверное, у меня, у меня Мини Купер в Чехии Очень хорошая машина, летом он на ней катается без крыши и отлично выглядит Да у меня, но я не буду гореть, но у меня Без, вообще без шансов Ну, Бывальцева, наверное Ну, Бывальцева, наверное, Мерс Я только на нем просто катался У вас есть какой-то ритуал перед выходом на лед? Есть, конечно, как бы уже давно С левой ноги всегда одеваю конек Ну, еще есть парочку, которые... Ну, не буду гореть, это лично мое Нет, я стараюсь не создавать для себя таких ритуалов Потому что они потом заставляют меня нервничать Если не получается их выполнить Я делаю пару вещей перед игрой каждый раз Но если не выйдет, то переживать не буду Это ритуалом-то не назвать Обычная рутина У меня есть, но я не скажу Это секрет Я днем, получается, после раскатки утренней Когда у нас дневное время, сончас Я выпиваю Кока-Колу 05 Съедаю пикник, шоколадку И играю в PUBG Это такая... такой шутер-стрелялка по сети Вот, перед каждой игрой Надо хорошо сыграть, чтобы игра потом пошла хорошо И так реально Если я плохо играю в PUBG, потом плохая игра Так... уже сколько... два года уже так делаю Кто самый крутой хоккеист в мире? Ну если так подумать, да... как бы... Ну я, наверное... Хотелось бы сказать бывальцев Но уже что-то часто про него, поэтому... Другого кого-нибудь... Бывальцев Самый крутой игрок? Я большой фанат Сидни Кросби Когда был ребенком, то следил за его играми Мне нравится, что он всесторонний игрок Отрабатывает в обороне, отрабатывает в защите Умеет хорошо бросать, умеет хорошо отдавать Он действительно умный Мне всегда нравилось, как он играет А я также играл с Понариным И он, правда, хорош Невероятно наблюдать за ними на льду Эти игроки пришли на ум Ну блин, ну если так брать, наверное, это у нас Овечкин В российском токкее Ягар? Думаю, Ягар Сложно сказать Но если бы мне нужно было выбрать одного самого лучшего игрока в мире Я бы ответил